Библейский портал экзегет.ру представляет Приходится идти на неожиданные примеры В 34-й речь шла про рабов, иудейских рабов Которые другие иудеи должны были отпустить Потому что соплеменников по Моисееву закону Нельзя было держать в рабстве Отпустили, потом вернули себя обратно Ну как так? Как я без рабов буду? В 35-й такой контраст Вот слово, которое было и ремеет Господа В одни царя иудея Акима, сына Иосии Иди к реховитам, поговори с ними Приведи их в дом Господний в один из залов И дай им вина Что такие реховиты? Ну, потомки некоторого рехава Он там упомянут в некоторых книгах В первой книге хроник про Липоменон Вот, но что это, кто это, толком никто не знает Реховиты, само название периодически встречается Видимо, некоторое племя не израильское Но которое жило рядом с израильтянами Малочисленное, вот в Иерусалиме они тоже были Я позвал, я за нее сына Иеремии Внука Хавацинии Братьев его и всех сыновей Весь род реховитов Ну, то есть их было немного И привел их в дом Господний в зал сыновей Ханана Человека Божьего, сына Игделии Видимо, некое особое помещение Там для торжественных собраний внутри храма Зал этот возле зала Вельмож Под залом Моасии Стражи порога сына Шалумова Ну, мы, конечно, слабо себе представляем Я поставил пред реховитами кувшины с вином и чашей И сказал им, пейте вино Но ответили они, вина мы не пьем Ибо предок наш Иоаннадав сын Рехава заповедал нам Вина не пейте, ни вы, ни ваши дети вовеки Домов не строите, хлеба не сеете, винограда не разводите Да не будет у вас этого Во все ваши дни в шатрах живите И жить будете долго на земле, где вы пришельцы Ну, очевидно, такое племя, которое взяло в качестве принципа Кочевническую жизнь Не заниматься земледелием И не пользоваться его плодами Да, вот они живут, видимо, там молоком и мясом Мы исполняем повеления нашего предка Иоаннадава, сына Рехава Все, что нам заповедовал Ни мы, ни наши жены, ни сыновья, ни дочери наши Никогда не пили вина Не строили себе домов, чтобы жить в них Нет у нас виноградников, полей и зерна Мы живем в шатрах Совершаем и исполняем все, что заповедал нам предок наш Иоаннадав А когда Навуходоносор, царь Вилонский, пошел войной против этой земли Мы решили уйти от войска халдеев, арамеев и Иерусалима Вот мы живем в Иерусалиме То есть вообще они беженцы, да То есть они живут там в полях где-то Но от Вавилонина они бежали на территорию Иерусалима И это вынужденная вещь К чему эти реховиты Иеремии? А вот сейчас узнаем И было слово Иеремии, и было Иеремии слово Господне Так говорит Господь, воин с Богом Израилем Иди и скажи людям Иудеям, жителям Иерусалима Неужели вы не поймете этого наставления Не послушайте моих слов, говорит Господь Слова Иоаннадава, сына Рехава, соблюдаются Он заповедовал своим сыновьям не пить вина Они не пьют его до сих пор, повинуясь заповеди своего предка А вы мне не повинуетесь? Хоть я говорил вам, говорил вновь и вновь Я посылал к вам рабов моих пророков Посылал вновь и вновь с такими словами Пусть каждый из вас оставит злой путь свой Сделайте благими ваши деяния Не поклоняйтесь богам иным, не служите им И живите на земле, которую я дал вам и отцам вашим Но вы не внимали, меня не слушали Потомки Иоаннадава, сына Рехава Исполняют заповедь своего предка То, что нам заповедовал А этот народ мне не повинуется Потому так, говорит Господь, Бог воинств Бог Израиля Я оброшу на Иудею, на жителей Иерусалима Все беды, которые я предрек им, говорил им Но они не слушали, звал их, но они не отвечали То есть, какой-то предок, какого-то племени риховитов Весьма вероятно языческого Тут ничего об этом не сказано, но надо так понимать Дал им довольно глупую на самом деле заповедь Всегда жить кочевнической жизнью Не селиться оседло, не сеять хлеба Не выращивать виноград, не пить вина И они это исполняют Господь, который вывел израильтян из Египта Дал им заповеди гораздо более разумные Легкие, да, он очень многого им разрешает И они этого не исполняют Получается, они хуже язычников И это было таким ярким примером Иеремей сказал риховитам Так говорит Господь, воинств Бог Израиля За то, что вы повинуетесь заповедям вашего предка Иоанна Дава Все заповеди вы исполняете, все, как он вам заповедал, делаете За это, так говорит Господь, воинств Бог Израиля Никогда не исчезнет передо мною род Иоанна Дава, сына Рихава Вот Господь, окажется, награждает даже язычников Которые верны своим законам Пусть эти законы и не обязательно Не очень, может быть, разумны с нашей точки зрения А когда Господь при этом видит своих почитателей Поклонников, не исполняющих его заповеди Ну что об этом сказать, на что им можно еще рассчитывать Ну и в следующей, 36-й, тоже, конечно, продолжится разговор Об этих последних наставлениях Иерусалима Когда город-то уже рушится, уже вот осада идет Ну хоть что-то еще можно успеть объяснить До последнего Субтитры создавал DimaTorzok